сдаемся нашим чону лагающие такое бля чуть звучит залагалище а лучом света просвещение разоблачений что это на пуп похоже какой-то выпускать свою цвета из вам да и касается блять а дальше будет нормально что-то или это хуйня и будет все видео продолжаться уроки основ православной культуры во все нормально стало и охуел вообще бью мне это видео советовали я просто охуел ни один человек его не включил что ли ни разу звоните будем принимать на ваше сообщение ваши телефонные звонки вот в течение всего эфира вот виталий объясните зачем в школах нужны вот эти вот уроки апатического питания опять пупы какие-то пошли блять тот кто советовал мне этот видос блять вы включали эту хуйню хотя бы блять на несколько минут часть блять это несмотребельное говно блять лагающие вы ебанутые что ли блять ни один хуй мне не написал блять что это типа сранит нельзя смотреть той идеи которые вы нашего родительское сообщество то есть те люди у которых он 9702 вопрос для наших слушателей нужно ли в школах учить патриотизму и вводить вот это правда увеличивать часы уроков по основам православной культуры александр панчин вам слово нужно сразу не соглашусь агент скалит секретные материалы вот во втором алда малда извините это секретный материал блять панчин ты ебанулся такой запись заливать блять осторожно в начале проблемы со звуком так записалось нужно промотать вырезаны участки с рекламой блять куда промотать то панчин ебаный написал бы куда промотать хуесос блять куда нахуй промотать я промотал блять там покой блять долбоебка артовый блять куда мотать эту хуйню хотя бы один мудак бы написал блять таймкод вы же на ю тубе блять вы хотя бы фичами youtube пользоваться научитесь блять сраные блять в ебаный блять просто пиздец сделал версию видео с исправленным звуком ну-ка блять ну-ка да это виталий милонов я роман голованов и мы начинаем два веселых ведущих шутки анекдоты весел очень серьезный кайдачи депутатская прикосновенность вот мы прикасаемся нашим лучом света просвещено обращаю внимание какой-то рандомный хуй сделал лучше чем запись на собственном канале панчин спасибо пустой берег 88 спасибо но тебе надо переименоваться потому что мы тебя блять за банем если ты хоть одно сообщение в чате напишешь но за подписку спасибо извини сраный панчин блять серьезно рандомный чувак сделал нормальное видео с нормальным звуком панчин сделал говно потому что это панчин течение разоблачений периодически выпускает свой луч света из вам до прикасается 2 ну я больше конечно вы чуть поменьше всадника надежды светлых воина до светлых рыцаря ну давайте представим нашего гоноса в гостях александр не ладно пустого берега не баньте пупу пусть пишут болеть но типа я не одобряю игру слов короче так панчин это член комиссии ран по борьбе с лженаукой и фальсификации научных исследований александр здравствуйте здрасте о чем сегодня будем говорить вот тут и на носу 1 сентября большой праздник прибожек против макгрегора большой праздник для всех школьников для тех кто только идет в первый класс и виталий влентинович предлагает ввести уроки патриотического воспитания в школах и увеличить часы на такой предмет как основу православной культуры но в светских школах это основы религиовидения такого в общими чертами это назовем телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 душные мудаки душных мудаков давайте скорость побольше 2 ватсап и вайбер 8 967 200 ровно 97 02 а вы как были видосы с гораздо более интересными людьми которые мы все равно в ускоренной блять хуйни слушали думаете должны ли в школах учить патриотизму и также в один нужны ли уроки основ православной культуры звоните будем принимать на ваше сообщение ваши телефонные звонки вот в течение всего эфира объясните зачем школах нужны вот эти вот уроки патриотического воспитания это часть той идеи который вынашивает родительское сообщество то есть те люди у которых дети учатся и которые считают что помнит фильм молчание ягнят а что в фильме давайте вспомним так и там был очень образованный парень ганнибал ректор он с агентом скале общался ну просто как профессор талантливый был парнишка любил есть людей она была у него проблема как-то мы вырулим на патриотизмах просто вопрос в том что школа кто помнит ее в лучшем виде еще когда советская школа была когда наши ученые вообще тоже ели людей считались одним из лучших и считаются нами до лучшими в мире то есть вот та наша российская советская неважно вот школа историческая нашей страны вот она выросла уже на чем на двух составляющих на двух компонентах обучения первый компонент образование второе воспитание у нас осталось образование почему она даже гену слишком сильно там все замечательно а воспитание ушло воспитанием наших детей никто не занимается напоминаю телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02 вопрос для наших слушателей нужно ли в школах учить патриотизму и вводить вот и продавали с каким агентом скале а бля у нас он сказал агент скале я этого вообще не услышал я был слишком опиздошен вообще примером про молчание часы уроков по основу православной культуры александр панчин нужно сразу не соглашусь агент скале секретные материалы я помню была красивая девушка я вижу проблема в том что сегодня у нас принято называть патриотизмом частности вот это стремление связывать патриотизм с православной культуре с религией потому что ну вот смотрите я бы хотел чтобы в нашей стране все было хорошо я бы хотел чтобы нас развивалась наука чтобы хорошая медицина на самом деле христианин нему не может быть патриотом вот то есть на мой взгляд это полный бред надо кстати нт позвать как нет на трансляцию поспорить на эту тему какой ты можешь быть патриот из ты христианин твое гражданство небесный иерусалим нахуй блять ты можешь быть патриотом кунти россии блять или еще кого-нибудь что это за бред сраный нет ни элены не иудея блять для бога нахуй ты с ума сошел что какой блять патриот и на что вас были передовые технологии для этого нужно преподавать не религию для этого нужно преподавать как раз естественно очень дисциплины а хорошо может и подавать историю культурологии а блин прибожек и васик телепортируется просто на месте постоянно посмотрите на него он он же волшебный кто-то что учит людей критическому мышлению не доверять авторитетам вместо ли это мошенников и шарлатанов колдует блять пиздец а тогда у нас будет хороший прогресс и собственно вот меня есть представили как члены комиссии борьбе за наукой когда вся эта история с опыта затевалась было знаменитое письмо десяти академика в том числе виталий гинсбурга который нобелевский вряд который был как раз основателем нашей комиссии и другие академики которые активно выступали против этого этой идеи введению пока потому что целом вообще идея религии и веры она очень анти прогрессивно на мой взгляд и она очень анти критически мыслище интересно вот человек секунд давайте назад вот смотрите на прическу я я конечно понимаю что я не дотягиваю до повелителя ароматов но давайте немножко войдем вот этот вот этот модус на модус похитителя ароматов но перед вами человек который значит посмотрел фильм старикам здесь не место увидел хавьера бардема и вдохновился этом перс этим персонажем однако из всех черт этого персонажа внешних решил перенять именно блять прическу по всей видимости 10 из 10 блять куда деваться на очень анти прогрессивно на мой взгляд и она очень анти критически мыслище потому что предполагается что мы вместо того чтобы проверять наши какие-то соображениями прибожкам здесь не место из того чтобы пойти и проверить ну вот я считаю так кто-то считает по-рубому ведьмакам здесь не место на обложке прибожек и васик давайте посмотрим какую можно придумать проверку чтобы понять кто из нас прав до подразумевает что мы должны следует следовать каким-то догмам бля можете кстати взять обложку старикам здесь не место поставить панчина блять в середину назвать ведьмакам здесь не место но никто не поймет правда прикол а я напоминаю телефон прямого эфира 8 800 9702 нужны ли в школах уроки патриотизма что предлагает виталий милонов и надо ли увеличивать часы основ православной культуры а вот нам тут пишут комментарии да мы читаем все комментарии в соцсетях и в ютюбе и в контакте фейсбуке во всех соцсетях кто нас смотрит пишите также можете писать нам ватсап и вайпер нам дозвонился владимир из владимира владимир здравствуйте добрый вечер всех праздников у спине божьей матерью спасибо господи вот этот день как раз так хорошо сказать вы знаете уже сейчас весь мир трясет эти землетрясения наводнение прочее как раз надо не только в россии но во всем мире внедрять эту нашу православную культуру без которой нам хана вот поэтому я кстати поддерживаю 25 лет я слышу что будет будет нас вводить и какая-то сила прям не дает и везде какие-то люди находятся которые против против владимир спасибо большое уважаемые коллеги да мы уже послушали и зарядную порцию такого либерального вранья я же вас не перебивал вы могли высказаться но такая панчин а где он не прав про аргументируй почему отсутствие православия не может вызвать землетрясение ты можешь это сделать или ты будешь блять хихикать то что прибавить чем дело панчин у него не хватает просто поинтов внешности для того чтобы от хихики ваться и отмахиваться от аргументов против и вот поносенков поносенков если ему сказать блять что отсутствие основы блять православной жизнедеятельности в школах вызывает землетрясение из поносенкову это сказать он просто сделать и все и это будет действовать пишет поносенков блять вот панчин не может так сделать потому что это блять прибожек и васик нахуй с прической блять хавера бардем и старикам здесь не место ты ты не можешь просто поступать как маэстро когда ты выглядишь так мир несправедлив в этом плане то есть панчину нужно аргументировать в этой ситуации он этого не делает он говорит ха-ха-ха посмотрите ему говорят ну да на себя посмотри ты прибожек блять окей и чё дальше доказательствами существования сверхъестественных существ это блять сам панчин потому что он блять хуйня из ведьмака вот базаровщина некая то есть юные ученые дерзкий это нормально виталий лазаревич гинсбург профессор советский вот он уряд ленинской премии сталинской премии до близкой член в кпб 44 года ну это человек который вырос в определенную эпоху и свои учи свои достижения все свои ученые какие-то вот труды которые он писал они не были связаны с разоблачением религии и никто из них не занимался этим ой ну посмотрите на него впервые в жизни хорошо постригли и помыли ему голову сразу начал над людьми из-за прически глумится на самом деле даже без какой бы то ни было стрижки когда зачесывал волосы назад все равно выглядела лучше чем хуйня который на голове у панчина которая выглядит как уши блять бассет хаунда нахуй уши кокер спаниели короче такие с двух сторон такса блять срана это его политическое заявление даже как заявление было других там наших всяких лауреатов уважаемых людей ну что ж это их точка зрения и вот как раз она была вот она была абсолютно такая радикальная их заявление было не пускать запретить конечно они же члены вкпб были потому что это их партия гнаила живыми священников их партия да вы молодой человек я понимаю что конечно конечно я не буду на вас обижаться грибная шляпка в чате пишут да грибная шляпка в том плане что если кто помнит были блять шоколадные грибы какие-то мудацкие которые в россии продавали постоянно я помню я заходил короче магазин 24 на 7 который смотрю там блять шоколадные грибы какие-то ебаные их ни разу не покупал то есть но вот эту прическу панчина он как блять чокобой короче с обложки масленок нахуй потому что вы знаете вы меня вы базаром таким никелем давайте разобрать партия который состоял геймсборг а это короче макгрегор смотрите милонов это макгрегор после того как его опустил хабиб блять это макгрегор из будущего который вискар из горла хуярил 20 лет он в кпб с 4 года стоял так вот он был соответствующий вот сказать расцвет его пришел первый на хрущевскую называемого теперь когда он ваших духовных пращуров всех либералов выпустил когда начались максимальные гонения на церкви когда безграмотный хрущев который слава богу сместил брежнев стучал и кричал что я ликвидирую последнего папа в россии это ваша либеральная идея когда вы душили убивали ваши по геймсбурге это было приезжали с алфёрови это было не молчали же салферов и геймсбург молчали в тряпку вот они обменивали свое молчание на премии get жарес back here и персональные пенсии как же охуенно когда человека при рождении дают имя которое на самом деле фамилия получается и имена типу жарес были наука находится полнейшую чушь потому что вы ничего не понимаете вы не читаете написание микрофоны студии роман голубанов виталий какой же панчин в сраты петуха нельзя так вести дискуссию блять то есть 2 в чем дело опять-таки если бы вместо него был как бы этот панасенков это бы все зашло но он не панасенков поймете чем дело он так не может он даже не невзоров блять эфир продолжает у микрофона роман голубанов студии виталий милонов у нас гостях александр панчин кандидат биологических наук член комиссии ран по борьбе с лженаук и фальсификации научных исследований телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 ватсап и вайбер 8 967 200 ровно 9702 напоминаю виталий милонов предлагает ввести в школах уроки патриотического воспитания и увеличить часы основ православной культуры ну то есть вообще изучение религии это не обязательно православных но в каждом регионе то что выберут как раз сами родители 8 800 200 ровно 9702 телефон для наших слушателей но дело не во внешности а в том как он сам себя представляет в этой ситуации то есть видно что он сидит как бы вот такой зажатый короче хихикает блять как иди-ди-ди-ди-ди блять идиотик короче вот блять прическа муди мудацкая блять как эта хуйня небритая на голове блять утеплитель для ебальника короче как у кайла из южного парка тогда лежит засрань хули он туда вообще пришел зачем то есть я не знаю как бы если бы он сидел пел под гитару про блять солнышко лесное это это имело бы смысл в школах уроки патриотизма и уроки религии так что нам пишут давайте зачитаем из ватсапа добрый вечер патриотизма как любовь к родине причем тут религия давайте тогда изучать иудаизм ислам баптизм религию мормонов а дальше патриотизма закормили молодежь и но патриотизм какой-то картонный это чувство рождается в сердце каждого человека раздирающий гордость ну вот примерно в таком духе нам сейчас приходит сообщение в прошлую часть мы закончили на что говорил виталий мелодов александр панчин вот в чем в чем минусы будут учить детей в школах потому что такое родина за что почему они должны допустим вода веке парами ну что это плохого настоящий не кажется патриоти который сделал что-то реально полезное для своей страны то есть вот например как те самые нобелевские вряды которые прославили страну на весь мир тот же там алфёров гинсбург я понимаю что для вас имена великих физиков которые все были практически верующими людьми даваться не существует вы читали хотя бы вы вычитали высказывание о боге всех без исключения авторов там всех теорий пляж людей которыми чьими выводами вы пользуетесь сейчас ведь вы вы сидите вот эти вы сидите вот улыбаетесь так вот и и вам приятно вот вы сидите думать хорошо я взял так нагадил вот они уже нагадил я не знаю я не знаю что я стал но вы я читаю какого-то усы на коробок корумбаева это ваш сторонник у сын корумбаев и все остальные такие же ваши сторонники я хочу сказать а люди к сожалению вот некоторые маленькая часть ученых вот вы правильно сказали перерыве это не секрету что вы скажете половина ваших однокурсников уехала из страны это предатели родины они трусы значит родин родина их образовала на этих причин по которой многие мои однокурсник они делали мать и что нет потому что они смотрят на вот поведение я отрицательно отношусь к взглядам милонов на гомосексуализм они возмущаются на какие законы принимаются какой закон кроме закон обоскорблении нет но почему ствол ну потому что у вас есть вот именно а у меня пятеро поэтому я имею право говорить в этой стране в 5 раз больше чем вы так что не добились вы сидите жрёте кофе я у меня приняты посетители я пью воду я пью воду вы во всем ошибаетесь вы перепутали болеть кларису старлинг с данной скале и вы не угадали что у меня в кружке такие дела высокая культура дискуссии восточной европе пусть отличное произведение это значит что вы понятие нет вы не понимаете смысла пушкина вы не понимаете без да извините меня кроме крысиных какашек видимо ничего нет не изучали собой духовный лексика абсолютно у нас валентин из волгограда дозвонился специалист пока по крысинам как а также вы депутат давайте дадим что народа 8 800 200 ровно 97 0 2 ненавидит он русский народ это лиха про меня и деток валентин из волгограда дозвонился 8 800 200 ровно 97 0 2 нужны ли школах уроки патриотизма и нужно ли увеличивать часы основ православной культуры валентин крысиные какашки and this one is eating the pupu all over the place здравствуйте ну надо коротко говорить я понимаю давайте по патриотизму надо просто зарплату хорошие людям чтобы квартиру каждую тебе было и детишина хорошая и чиновники чтобы с людьми разговаривали не через губу она православие 2 скажу конституции и депуту написано у нас она по светская надо провести референдум но не просто провести а год его обсуждать а давать слова атеистам а то он у нас сейчас вообще не да не то вас уж не будет атеиста но кому интересно . не то есть . зрение ошибающегося человека который сам себе противоречит но скажите спасибо согласен я просто уважаемый валентин я бы что если мы будем такой референдум то тогда все сторонники секс меньшинств и отъезда из этой страны на запад окончательно строится потому что большинство людей это люди которые ценят традиционные вещи традиционные ценности семью веру отечество это не те которые там сидят и в своих там от ноут извлите меня занимается только тем что льют гной на наше отечество я просто хочу сказать вывода чеком вот возьмем если выгодно это полезное сделали последний раз вместо того чтобы не размахать он меня не читал отец пигиди а ты не родственник пятака случаях до ну короче пастор семпа затащил в это в этой дискуссии сожалению панчан долбоеб к сожалению который не силах дискутировать с милоновым это печально это печально на самом деле конечно же главный пункт наступление в этой ситуации должен быть по вопросу каким нахуй патриотом может быть христианин если гражданство христианина небесный нахуй иерусалим если верность христианина она по отношению к иисусу христу который родился и умер в палестине блять как можно быть патриотом как можно быть патриотом если для тебя бог должен быть дороже вообще даже твоих прямых родственников когда-то христианин к это может быть патриот принципе как это вообще у тебя в голове укладывается блять что это за сраный бред у тебя иностранный бог то есть почему когда человек например переходят в саентологию да у людей сразу возникают вопросы блять саентология американская религия там наверняка циру блять все курирует и так далее да с христианством такой проблемы нет надо понимать совсем это русская религия пиздец куда деваться махиваю одним причинным местом перечисляя свои должностишки да я хочу вам напомнить великого ученого биолога вы конечно вы его не помните не знаете считайте что невеликий наверно потому что он мракобес лауреата сталинской премии вы знаете кого я называю да постарайтесь помните ли вы не учили вас в это на стажировках не обучали давайте оба чем вы что-то разного я сталинской премии автор учебника 1 на хирургии архиепископ лука лично вот скажите вот плюньте в лицо плюньте в архиепископ лука ну и артефиксу досталось к полуку вы ненавидите россию вы ненавидите русскую я на то что в россии все был хрестов наука вы называете за какой-то не в русских мы выступаем за прогресс какой прогресс да потому что мы выступаем за прогресс вы когда критикуете церковь и веру но без гулятов это доказательство их неправоты вся их право когда вы помрете торжество и я умру физики над физикой вы когда умрете как можно позже надеюсь уже раскаившимся человеком так вот когда вы умрете в первые секунды ни одна клетка не изменится вашем организме напомню что виталий милонов предложил вести в школах уроки патриотического воспитания и увеличить часы основ православной культуры на 8 800 200 ровно 97 2 нужно ли нам это владимир из липецка дозвонился владимир здравствуйте добрый вечер но патриотического воспитания она положена быть и увеличивать надо а вот относительно господина милонова и слушали он и лекции епископа валентина суздерского русская зарубежная православная церковь это очень им попахивает и вообще православные такими оголтелыми не должны быть спасибо большое нас на связи валия валерий был барнаула валерия вы как думаете нужны ли уроки патриотического воспитания надо ли увеличивать связь на плац православной культуры я думаю вот что у нас в основном коллектив женский и когда женщина рассказывает детям о патриотизме как-то не складывается надо побольше мужского в этом деле что касается уроков православия это уроки основанные на отсутствие логики всякий раз подключается представление о чем-то все могу учим и это наука а вот что я думаю что так много времени на программу 8 800 200 90 702 телефон прямого эфира нужны ли уроки патриотизма и основ православной культуры надо увеличивать часы на них александр вот но что плохого в советском союзе тоже изучали насколько я не знаю сколько себе это представляю ведь тоже учили родину любить ничего плохого в этом нет мне кажется очень правильный у вас слушатель который позвонил и сказал что будет любовь к родине когда у людей будут достойные зарплаты тогда будет хорошее здравоохранение когда мы будем решать реальные социальные проблемы получается вместо того чтобы решать реальные социальные проблемы подпихиваются какие-то сомнительные инициативы вместо того чтобы действительно сделать что то за что можно будет рубить любить страну это делают собственно настоящие там ученые это делать инженеры врачи учителя вместо этого придумывать какую-то пропаганду чего то мне это не нравится в советском союзе я думаю это будет запасно совершенно а вот а пока я тоже сравнил с эти вот старую там научный атеизм мне кажется тоже не путь то есть бы моя условная сторона я бы не был сторонником основ научного атеизма в школах потому что ничего пропагандировать идеологические идеи в том что я атеиста и симметрично не кажется странным что вместо того чтобы в нормальной дискуссии решать такие вопросы пытаются навязывать детям особенно когда не в уязвимом возрасте 4 5 класса сейчас у пока есть мнение отца дмитрия смирнова он тоже высказал свое мнение вот по поводу предложения виталия милонова этот сейчас пояснит оксимирон что ли что за хуйня сейчас происходит пидор пизда туз малафья что ли я извиняюсь пидара на аронофски художественный фильм это цитата была если что я не одобряю использование а фильм хороший вот главная задача у нас вот это все безнадежно устарело ведь каждому придется жить организовывать свою семью они то не знают как-то половина ли безотсовщина учить человеческие отношения а учить и который может быть знака это поддержка еще это на самом деле связано со социально-экономическими условиями когда бедность тогда люди вынуждены вместо что получать образование место социализироваться как-то адаптироваться но собственно экономические социальные проблемы нужно решать но лично почему 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 плохо опять же нужно людям привод к этической мышление предупреждения что бывает при отсутствии критического мышления вот родители уверовали в гомеопатию их ребенок по посредю стоматолога стоматолог поставил диагноз начинающийся раковая опухоль отправил онкологу но родители верят во что-то некритично верят гомеопатию лечит этого ребенка 9 месяцев но это часто когда она была садиться вернуть так вот и дальше этого этот ребенок оказывается в антологическом центре но не надо верить во всякую ересь которая церковью не одобрена вот и все решение твоей проблемы ты привел идиотский пример кому блять просто споришь на хуй с православным черт творишь на ты понимаешь сейчас милонов те скажут что гомеопатии это как бы не часть русской православной церкви если еще если бы у нас не было разделение духовной и светской власти гомеопатия была бы запрещена и ребенок бы выжил в твоем ебаном примере ты хуёвый пример привел в этом конкретном случае блять 20 сантиметров а почему потому что в школе его не учили этому как не его родителей не учили тому что есть наука нормальная наука как-то доказывают склонические исследования критическому мышлению вот это все очень важно с выживанием современном мире есть куча шарватанов которые пытаются продать какие-то пустышки под видом лекарств это очень важный навык для выживания этого малышко потому что если школу строить на слепом доверие к авторитетам тогда получается что вот и заблуждение родителей эти заблуждение передаются против гомеопатии официально это есть если патриарх выступить гомеопатии я конечно ему за это скажу спасибо хотя я не вижу особо принципиально ницами доверия гомеопатию вирус во во что-нибудь еще нематериальное такое но но всех ну всех изгодили уже во первых во первых мы очень давно действительно и церковь много раз много раз заявлял о том что гомеопатия как вид либеральной идеологии это опасная вещь гомеопатия появилась в результате либеральных преобразований все эти шарлатаны все эти целители колдуны и так далее это все понесено было перестройкой в результате горбачева когда у всех повыпускали у нас на телевидении не появились люди стали врачки в это ведь аванга что посидеванга наш было при советском союзе вы ванга да но она тоже не попросили церковь в болгарии было насколько я помню болгария не была частью советского союза такие дела это не просто иначе на блоге понятно так вот люди в советское время когда не было ничего они пытались найти как древние римляне поставили помните может быть невидимому богу вот они неведанному будет неизведанному для себя богу они тоже поставили какой-то вот там памятник и они думают что есть что такое вот они видят аксельском союзе люди видели я хочу лишь сказать что конечно же спор о том вот если уже мы абстрагируем все таких политических моментов спортом наука вера наука я никогда не конкурировали друг с другом никогда были различные точки зрения времена инквизиции знаете это биберда либеральная услышал уже много раз посмотрите ой бля как заебали блять давайте другое чё нить